Добрый вечер, всех приятно видеть сегодня. Очень рад был с вами провести вчера вечер. Я надеюсь, я проснулся уже после перелета. Вы очень хорошие слушатели, ребята. И вы очень внимательно слушаете. Прямо так, как написано в притче 4 главе. Аминь. Обращай внимание, да, направь ухо свое к Слову Божьему. И это принесет здоровье всему твоему телу. Оно несет жизнь. Слава Господу. Давайте помолимся. Господь, спасибо за каждого человека здесь. Господь, мы любим каждого человека в этой комнате. Но, что более важно, Ты любишь каждого из них. Ты любишь каждого из нас совершенной любовью. Спасибо, что настоящая любовь изгоняет всякий страх. И Ты дал нам не дух боязни, но дух силы и любви и ясного разума. Спасибо за Твою любовь. Спасибо за то, что Дух Святой, Он силен. И Он здесь. И мы даем Свободу Духу Святому. Мы признаем Его лидером этого собрания. И пусть Его воля совершится. И мы будем все благословлены и изменены во имя Иисуса. И все скажите «Аминь». Аминь, аминь, аминь. Хорошо. Вы все очень бодро выглядите проснувшимися. Аминь. Аминь. Ожидаете вы что-либо сегодня от Господа? Кто ожидает что-то от Бога? Мне нравится, когда кто-то две руки поднял. Молодцы. Поднимайте две руки. Это супер. Во-первых, хочу сказать спасибо некоторым людям. Хочу поблагодарить Валика, который со звуком у нас тут работает. Спасибо за твое служение. Хочу поблагодарить нашего переводчика Аню. И, конечно, пастор и его мужа. Я хочу поблагодарить их за быть прекрасными гостями. И также хочу поблагодарить, выразить благодарность пасторю и его супруге за замечательнейшее гостеприимство. У них красивый дом, кто не знает. И они нас очень гостеприимно встречают, нам очень комфортно. Так что я им очень благодарен, признателен. И сегодня у меня есть особый гость. Я говорил вам, что у меня есть жена. И мы женаты уже 40 лет. Она выглядит очень молодо, правда? Она очень красивая. Она полна Духа Святого. И мне приходится нести это бремя и заботиться об этом. Не всегда легко. Когда твоя жена полна Духа Святого. И сейчас я попрошу Вики поделиться определенными вещами. Я очень рада быть здесь с вами. И я хочу поделиться с вами тем свидетельством, которое есть у меня, как Бог меня и моего супруга использует в служении последние годы. И причина, почему я хочу поделиться с вами этим свидетельством, потому что Бог хочет работать через каждого из вас. Я хочу ободрить вашу веру и ваше хождение с Господом. Я скажу так. Господь творит что-то очень сильное на земле сейчас. И Бог хочет, чтобы его народ поднялся на тот уровень, чтобы вы были готовы двигать землю. И я не знаю никого в этой комнате. И я не знаю, сколько лет вы уже верующие, как долго вы ходите с Господом. Я не знаю ваших библейских знаний и духовных переживаний, опыта, которые у вас есть. Но я хочу поделиться своими личными чудесами и опытом, который у нас был. Потому что Господь, Он тот же, Который ходил две тысячи лет назад по этой земле. И печально осознавать, но во многих местах, в частности в Америке, они больше не верят в чудеса. Они не позволяют сверхъестественному происходить больше. И даже местами высказываются против этих проявлений. Поэтому ты там уже не видишь больше чудес, знамений и чудотворных вещей, которые хотелось бы увидеть. Но если вы верите в того же самого Иисуса, Ишуа, если вы все еще верите в Него, Он может делать то же самое, что Он делал. И сегодня Он дышит, двигается в тебе и во мне, обитает. И у Него есть это желание совершать это через тебя и меня. Итак, сегодня мы уже некоторые вещи обсуждали. В прошлом августе мы с Риком были в Киеве. И пастор Рик служил у Бориса Сулыча на ретрите молитвенном. И когда мы прибыли на ретрит, ко мне подошла женщина одна. И она была очень взволнована и говорит, слушай, мне надо просто обязана с тобой поговорить. И я упросила ее дождаться перерыва, потому что не знала, когда мой супруг будет говорить. И эта женщина выглядела очень знакомой мне. И в перерыве она начала говорить со мной. И я поняла, вспомнила, что я видела ее в Израиле. И когда мы были в Израиле, мы обычно служим в районе пяти разных мессианских общин в Израиле, церквей. И она рассказала, напомнила мне, что когда я была в Израиле, я молилась за нее и за ее невестку. И ее невестка даже не присутствовала, когда я за нее молилась. То есть ее невестка мечтала о ребенке. И я не знаю, почему, но Бог очень часто меня и Рика используют в молитве за людей, которые хотят иметь детей, но не могут. И после нашей молитвы они имеют детей. И это случалось в разных местах в мире. Не знаю, как это работает, но это то, что Бог делает. Поэтому она попросила помолиться нас за свою невестку, хотя ее там не было. И после этой молитвы я где-то года два или три не видела эту женщину. И она засвидетельствовала, что через год ее невестка забеременела. И у нее есть дочка уже. Она была преждевременно рождена. Она была в шестимесячной. Она весила один паунд, это мало, полкило. И они сначала даже не знали, выживет ли ребенок. Но ребенок жив, здоров. Ей сейчас девять месяцев. И они назвали ее Виктория в честь меня. И это реально удивило, шокировало даже меня. И свекровь, получается, которая просила за это молиться, у нее самой были проблемы. И у нее по расписанию после молитвы на следующий день она должна была посетить каких-то врачей. у нее были проблемы с пищеварением, с желудком. И доктора даже не знали, что они будут делать с ней. Но они собирались с ней встретиться на следующий день и обсуждать, что же они могут предложить ей. Но на следующий день, после молитвы, как мы помолили за нее, они сделали анализы, и она была исцелена. все проблемы были удалены. Так что у нас было два чуда в одном. И знаете, что еще произошло? когда мы находились на этом ретрите молитвенном, она получила звонок с Израиля, и ее невестка снова была беременна, и в этот раз с двойняшками. И это еще раз доказывает нам, что кому Господь раз прикоснулся, Он может прикоснуться и второй раз. И очень удивительно видеть такие чудеса исцеления по всему миру, особенно в этом вопросе, когда не могли иметь детей, а потом появлялись. И много лет назад мы были в Киеве, там была другая женщина. И пять докторов ей ответили разных, что у нее никогда не будет детей. И мы сказали, ну, мы посмотрим. Мы помолились за нее. И через год мы вернулись. И она встретила нас и вынесла ребенка на руках и сказала, посмотрите, что Господь сделал. Господь делает это снова, снова и снова. Я хотела вам это рассказать. Они были в Каховке, служили. Город такой есть в Украине. И мы там встретили молодого парня. И мы молились за группу людей. У нас было слово «знание» от Бога. Вы знакомы, что такое слово «знание», что это означает? Да? Вас учили? И мы получили слово «знание», что у этого молодого парня есть неизлечимое заболевание. И, знаете, Богу все равно, что у тебя там. Для Бога нет ничего невозможного. Нет ничего невозможного для Бога. Поэтому нам даже не было нужды знать, что за неизлечимая болезнь у этого парня. Все, что нам нужно было знать, что Бог показал нам, что у него есть это заболевание, и что он позаботится об этом заболевании. Мы помолились за этого молодого человека. И у него оказался СПИД, ВИЧ-инфекция. И мы вернулись больше, чем через год. И он был полностью исцелен. На 100%. И это было доказано докторами. Если Бог по-настоящему исцеляет или делает чудо, оно может быть задокументировано докторами. Оно не будет под вопросом, оно будет доказано. Мы также встречались с одной молодой девушкой. И у нее, ей было лет 20, и она боролась с гепатитом С. Мы молились за нее. Она посетила доктора потом. И она все еще думала, что у нее он есть. А доктор к ней вышел после анализов. И он сказал, что ты... Что ты себе надумала? Нет у тебя никакого гепатита С. У нее он был годами. Но доктор сказал, по анализам нет никакого доказательства, что у тебя когда-либо он был. Но он у нее был. И Бог просто сделал снова чудо. И доктора были в шоке. Сейчас расскажу, что случилось в моей жизни с моими детьми. Мы еще не были женаты с Риком, и я была замужем до этого. Короче, я еще подростком, ну, в 16 лет вышла замуж она. И у меня уже была дочка, ей было 3 года. И Рик тогда служил консультантом в церкви, он ее консультировал, они еще не были женаты. Мы жили за городом, и у меня было много финансовых проблем в то время. И у меня не было, это было 42 года назад, и у меня в то время не было денег ни заплатить за газ, ни за другие счета, вообще нужда была. И в то время моя дочка, маленькая трехлетняя, пошла гулять к соседям, к соседскому внуку. И этот соседский мальчик, внук, он взял кирпич, камень и просто засадил моей дочке в голову. И ее черепная коробка, она была вскрыта, вот так вот полностью. А у меня даже бензина не было в машине, чтобы довезти ее в больницу. А она просто истекала кровью. Я покаялась, когда было 10 лет мне. И я верю, что это было под силой Иисуса. И я верила в чудеса Списания. Но я никогда не переживала чудес от Бога в своей жизни. Но я знала Библию, поэтому я положила руки на ребенка и сказала, ну тогда я просто помолюсь. И когда я положила на нее руки, возложила и помолилась, это открытая рана, черепная коробка закрылась и просто рана исчезла. И до сегодняшнего дня у нее даже шрама нету для того, чтобы доказать, что у нее когда-то вскрыта была голова. Это наш Господь. Это наш Бог. Это наш Бог. И примерно в то же время мне диагностировали опухоль головного мозга. Знаете, дьявол, ему все равно. Он пытается достать вас и поселить вас болячки. Но Иисус — он целитель. И я дошла до такого момента, что я не могла водить машину, я не могла концентрироваться, я была недееспособна. И они готовили меня и обследовали для операции. Но пока я ожидала своего времени операции, знаете, кто такая Кэтрин Кульман? Бог ее использовал очень могущественно в исцелениях. Она была недалеко от нашего городка. Я не могла попасть на то служение, потому что я была реально больна. Но Рик и некоторые другие люди с церкви, они поехали посетить то служение. И они написали мое имя в молитвенной записке. До того, как они вернулись с того служения, без всякой молитвы за меня, я была мгновенно исцелена. И опухолей не было. И мои доктора просто обалдели. Это всего лишь несколько вещей, которые со мной происходили. И надеюсь, я еще с вами поделюсь. Аминь! Правда, это замечательно! Через несколько минут у нас перерыв будет. Есть два помазания, которые у нас есть, но я надеюсь, что у нас даже больше, чем два помазания. у нас есть помазание на молиться за бездетных, которые хотят детей. и второе помазание на головные боли. Мигрени, частые головные боли. И Бог в нашем служении исцелил очень много людей, у которых были две этих проблемы. и когда мы готовились к поездке сюда, мы получили откровение, что Господь принесет исцеление от заболеваний, которые передаются половым путем. и нам не нужно знать, кто имеет это, потому что мы не хотим смущать никого. Но мы будем молиться за людей, у которых есть такие проблемы. И мы верим, что Господь явится очень сильно этим людям, потому что Ему под силу исцелить все. Аминь? Он может исцелить все. И давайте откроем 1 Коринфянам 14 главу, 1 стих. 1 Коринфянам 14, 1. И это был очень важный стих для нашей библейской школы, которая у нас была. потому что мы учили о дарах Духа Святого. И наша школа — это пророческая школа служения. И я вчера вам об этом рассказывал. так что у нас было много изучения 1 Коринфянам 12 и 14. Так что у нас было много изучения 14 и 12 главы 1 Коринфянам. И то, как Вики поделилась сегодня, Бог хочет являть себя сильно каждому из вас. Он хочет делать свою работу для вас. Он хочет делать эту работу внутри вас, чтобы затем Он мог делать свою работу через вас. Аминь? Он делает для вас. Он приводит вас к спасению. Он делает свою работу в вас, Мы меняемся и преображаемся в образ Христов ежедневно. А потом Он хочет делать работу через вас, чтобы вы могли быть благословением для других. И одно из того, что Он хочет делать, для вас, в вас и через вас, это демонстрацию своей сверхъестественной силы. Аминь? И, как я говорил уже вчера, мы все жаждем это в своей жизни. Каждый человек на этой планете, каждая личность, внутри них есть вот эта жажда сверхъестественного. Как вы думаете, почему Голливуд производит очень много фильмов, связанных со сверхъестественным? Это сверхъестественное. Это просто что-то, что заложено в вашем ДНК, в вашей человеческой расе. есть что-то в этом мире, что мы не можем увидеть и потрогать. Есть что-то большее, чем просто понюхать, увидеть, прикоснуться. И каждый, абсолютно каждый человек, он знает это. Потому что Бог поместил это внутрь нас. И очень многие люди идут неправильным путем, чтобы искать это сверхъестественное. И они попадают в большие проблемы. Но спасение это сверхъестественное переживание. Крещение Духом Святым это сверхъестественное событие. Чудеса и исцеления это все из мира сверхъестественного. И у нас внутри есть Дух Святой. И Он хочет работать для нас и через нас. Но, чтобы это все было, вы помните, у вас должно быть прочное основание Ишуа Иисуса в вашей жизни. Вы не можете просто жить свою жизнь, проживать и ходить вокруг и ожидать сверхъестественного, сверхъестественного и сверхъестественного. У вас должны быть устойчивые взаимоотношения с Богом, молитвенная жизнь и чтение Писания. У вас должно быть устойчивое служение друг другу, другим людям. И также открытое служение даяния. И я надеюсь, что с времен библейской школы и так как вы не только члены библейской школы, но и члены церквей и общины, вы должны быть самыми лучшими примерами, как служить в церкви. Вы должны работать тяжелее всех в церквях и общинах, потому что вы натренированы, вас обучали. и когда пастор не может найти кого-то для работы, которая важна, он может смело сказать, он должен смело сказать, могу доверить ее любому студенту. Я знаю, что они будут там тогда, когда я в них нуждаюсь. и если я позвоню по телефону, мне ответят, да, я с радостью послужу. И в большинстве случаев это будут мелкие какие-то дела. И вы должны быть, ребята, примером другим. Аминь? И когда есть какое-либо служение, вы там. Вы не пропускаете служение. Вы там. Не, я понимаю, что бывают времена, когда кто-то приболел или работа и надо быть в другом месте. Но это должны быть исключения. Когда двери открываются общины, вы там. и вы готовы служить. И прекратите делать оправдания. Я уже достаточно тяжело работаю. Я устал. Попросите кого-нибудь другого. Вот этого, вот этого или вот то и вот то. Нет, вы должны делать работу. вы должны делать даже ту работу, которую другие не хотят делать. Делайте ту работу, которую вообще никто не видит, что вы ее делаете. Потому что всегда есть тот, кто видит, что вы делаете. Иисус сказал, то, что вы делаете втайне, я вознагражу явно. Все хотят вознаграждения публичного. И скажу вам честно, мне нравится, когда люди после проповеди подходят и говорят, слушай, ты круто проповедовал сегодня. Честно говорю, это приятно слышать. Вы высвободили мне пророческое слово, оно исполнилось. Спасибо, пастырь. Я от этого чувствую себя лучше. Это моя награда. Они подходят ко мне и говорят, пастырь, ты очень круто выглядишь. Ну, я, правда, это уже и так знаю. Но все равно мне приятно это слышать. Это шутка. Но смотрите, что я пытаюсь сказать. для нас это было благословением поделиться с вами чудесами, которые Бог сделал в нашей жизни. Мы делимся, это благословение. И люди вдохновлены. Но для меня и моей супруги заняло время, и процесс прошел, пока мы достигли этого. Нам пришлось быть верными в молитве. нам пришлось быть верными в чтении Слова Божьего. Мы оставались верными в евангелизации и в тем, чтобы делились доброй вестью с другими. Мы были верными в служении и в отделении своих десятин и пожертвований также. Аминь. Но Бог вознаградит вас намного больше за все, что вы делали, даже самое маленькое по сравнению с тем, как Бог вас благословит. Его награда гораздо больше, чем любое служение, которое вы для него делаете. Он платит вам с легкой, чтобы вы продолжали. Он заинтересован, и его награда заинтересует вас еще больше продолжать служить ему. Поэтому абсолютно не важно, что вы проходите прямо сейчас в своей жизни. Мы не знаем вас, но я знаю, что в этой комнате есть люди, которые проходят очень тяжелые периоды в жизни. Не сдавайтесь. Не разочаровывайтесь. у Бога есть замечательный план на твое будущее, на ваше. Он приготовил что-то гораздо большее, чем вы можете представить. Ефесянам 3.20, помните, да? Мы вчера об этом говорили. Он способен делать больше в изобилии, больше и дальше того, что мы можем представить. О чем вы можете попросить, подумать или представить. Это Божья часть. Но следующая часть Ефесянам 3.20, это наша, потому что Он способен это сделать согласно силе, которая действует в вас. И это то, о чем мы больше будем учить и делиться на этой неделе. Согласно той силе, через которую вы принимаете и которой вы действуете. сила Христа и сила Его Духа Святого. И как высвободить ту силу, которая уже есть внутри вас. и вы будете двигаться дальше в своих взаимоотношениях с Господом вперед. И вы научитесь, как принимать чудеса и исцеление. но также вы научитесь и познаете, как быть использованным Богом в этих дарах. Аминь! Аминь!